Утром стоим в пробках по несколько часов. В начале ноября восстановим движение в полном объеме. Можно сказать, что ремонтные работы уже заканчиваются? Добровольно подрядная организация не устраняет замечания. Водитель может в темное время суток врезаться в этот карман. Тоже вопрос тогда на контроль поставлю. Ездим, поглядим. Где в Кирове дороги уже стали ровнее? Какие участки еще ждут своей очереди? Об итогах ремонта дорог в городе поговорим сегодня. Здравствуйте. Это программа «Главный за». Меня зовут Светлана Халявина. И вместе со мной в этой студии уже по традиции глава администрации города Вячеслав Симаков. Добрый вечер, Вячеслав Николаевич. Добрый вечер. Всего в этом году 45 дорожных участков было запланировано отремонтировать в Кирове. Это больше 30 километров вообще в целом получается. Ну и, наверное, можно сказать, что одной из самых крупных строек не только года, но и десятилетия стал студенческий проезд. На днях его открыли. Давайте посмотрим кадры, как это было. Два года ремонтных работ подошли к концу. Более 10 лет участок студенческого проезда от улицы Московской до улицы Воровского находился в аварийном состоянии. Проехать по бетонным плитам с глубокими ямами было практически невозможно. Но после проведения капитального ремонта здесь теперь может ездить транспорт. Такое стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ по обновлению участка составила более 150 миллионов рублей. Выделить средства – это один момент. Ее нужно правильно и качественно еще построить. В этом приняла у нас наша областная организация «Вятавтодор», которая, я считаю, на сегодняшний день очень достойно ее откапиталили и сделали прекрасную дорогу. И она на сегодняшний день действительно соединила две, назовем, крупные артерии – это улицу Воровского и улицу Московскую. Также этот участок должен разгрузить улицу Производственную, на которой часто образуются пробки. Объект построен соблюдением современных нормативов и требований, отметил гендиректор «Вятавтодора». В ходе ремонта были заменены подземные коммуникации, проведено 205 метров ливневой канализации, дорожное полотно расширили. Теперь здесь четыре полосы. Тротуары огорожены, проведено освещение. После ввода в эксплуатацию уже посмотрим, как данный участок студенческого проезда будет использоваться и будем, конечно, рассматривать возможность дополнительного, так скажем, обеспечения безопасности движения, потому что было много жалоб, что и в период производства работ здесь была парковка и транзитного транспорта, и больших грузов. В дальнейшем, возможно, на данном участке установят камеры фото и видеофиксации. Для обеспечения безопасности сейчас на данном участке размещены знаки дорожного движения. На полотно нанесена разметка. Движение на перекрестке студенческого проезда и улицы Московской регулируется светофором. Вячеслав Николаевич, можно назвать студенческий проезд одним из самых крупных строительных участков в рамках программы «Безопасные качественные дороги»? Да, я хочу отметить, что для приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети мы идем несколькими путями. Это, как студенческие, это строительство. У нас идет в рамках безопасных качественных дорог ремонт уличной дорожной сети. В рамках комфортной городской среды мы тоже ремонтируем тротуары и участки улиц. И, кроме того, значительно увеличился объем финансирования на ремонт грунтовых дорог. Если приводить цифры, в рамках БКД было израсходовано более миллиона рублей. И на сегодня уже количество участков отремонтированных по концу года будет 48, то есть 45 приняты, еще 3. Это мы на сложившуюся экономию еще 3 участка включили в этот перечень. Работы сейчас заканчиваются, скоро будут приняты. Кроме того, на ремонт грунтовых дорог было выделено... Мы сейчас переходящий контракт заключили на 118 миллионов рублей. В рамках этих денежных средств у нас будет отремонтировано 38 участков дорог. И вот сейчас уже отремонтировано, и 11 находятся в работе. И мы продолжаем. Кроме этого, проекты местных инициатив и так далее. То есть поддержка идет со всех сторон. Федеральный бюджет, областной, городские, муниципальные программы и средства спонсоров, и жителей города Кирова. Можно сказать, что ремонтные работы уже заканчиваются, сезон заканчивается или нет? Работы, скорее всего, в течение октября еще продолжатся. Скорее всего, будем заканчивать. Но, как я сказал, у нас переходящий контракт, поэтому если нам погода позволит, мы можем еще часть дорог отремонтировать. Но это уже идет речь о грунтовых дорогах. Вы сказали, что экономия была в этом году, и это дополнительно позволило еще три участка отремонтировать. А есть ли такие участки, которые уже мы можем начать ремонтировать в этом году за счет средств следующего года? В основном у нас ведутся подготовительные работы. Мы неоднократно получали от жителей города Кирова негативную информацию по тем участкам улиц, где необходимо уширение. Здесь идет проектирование, мы эти участки уже называли, это перекрестки по улице Щерса, в районе Попова, производственной, Тимирязева-Ленина. Плюс мы еще проектируем улицу Современную и продолжение Слободензиновой с двух сторон, из Тимирязева и с улицы Ленина. Поэтому подготовительные работы, в принципе, возможны, как только закончится проектирование. В этом году мы должны получить проекты, прошедшие госэкспертизу. Студенческий проезд. Возвращаясь к нему, действительно работа большая, многие ждали, теперь можно ездить. Но вот уже целую неделю кировчане жалуются на пробки, которые стали образовываться на улице Воровского. Пишут в соцсетях достаточно много, я только одну лишь цитату зачитаю. Пользователь пишет. Хочу поднять тему о том, что каждое утро стоим по 40-50 минут в пробке от площади Конева до моста по улице Воровского. После того, как поставили еще один светофор, на этом участке выехать стало невозможно. Как раз речь о светофоре, выезд со студенческого на Воровского. Неужели нельзя отрегулировать светофоры так, чтобы люди так долго не стояли? Им такой маленький участок. Какая организация, этим занимается администрация? Разберитесь с этим вопросом. Сейчас ведутся замеры интенсивности движения, и в ближайшее время мы будем регулировать как раз светофорные объекты и рассматриваться вопрос вообще по демонтажу пешеходного светофорного объекта. Как раз вроде бы в планах и было уже его демонтировать, а вы теперь говорите, что это еще не окончательное решение. Сейчас ГИБДД в этом окончательно дислокацию разрабатываем, смотрим расстояние от образовательных учреждений до места перехода. Примерно есть какой-то срок, в течение какого времени может быть наладится здесь поток? Ну регулирование, я думаю, что мы в течение недели произведем. Дальше уже посмотрим по другим мероприятиям, связанным по разгрузке данного узла. Но как ранее отмечалось, интеллектуальная транспортная система как раз нацелена на то, чтобы контролировать движение транспортного потока. В данном случае уже будут участвовать в этом процессе и светофоры на перекрестке производственной Воровского и солнечной Воровского. И далее мы говорили о том, что планируется реконструкция перекрестка в районе улицы Попова и Воровского. В данном случае концепция и проект сейчас тоже готовится. То есть будем смотреть, как предлагают жители, где запретить левые повороты, где сделать полосы разгона и так далее. Проблема существует. Если говорить в целом снова о ремонте дорог, студенческий проезд не единственный масштабный в этом году, что было сделано. Также все отмечают это развязку кольцевую около Коминтерна и Дамбы. Скажите, пожалуйста, там все, окончательный вариант уже, работы все завершены, больше ничего доделываться не будет? Больше ничего не планируем. Тот знак, который вот там был поставлен уступить дорогу, это уже дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности. Проект был сделан в соответствии со всеми ГОСТами, но, к сожалению, не все у нас обладают необходимыми знаниями. Вот в связи с этим был установлен этот знак. Других мероприятий проводиться не будет. Если говорить в целом о ремонте дорог и сравнивать с прошлыми годами, скажите, у нас как-то движется в какую-то сторону? В разы объем отремонтированных участков улиц возрастает. Вот если говорить по грунтовым дорогам, у нас финансирование составляло в районе от 10 до 30 миллионов рублей. Как сейчас я уже отметил, это 118 миллионов рублей. И в дальнейшем эти дороги уже можно в дальнейшем рассматривать перевод их уже из грунтовых в асфальты. У нас такие примеры на периферии есть. Я правильно понимаю, что сейчас центр города в основном в нормативном состоянии, и поэтому есть возможность в рамках программы безопасной и качественной дороги заниматься именно грунтовыми. Да, дело в том, что те показатели, которые нам установлены по качеству дорог, они у нас уже соответствуют. Единственная проблема, что в связи с улучшением качества покрытия у нас увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому в данном случае мы опять начинаем отставать по данной программе. Поэтому необходимо еще в рамках этой же федеральной программы безопасной и качественной дороги предпринимать и устанавливать другие средства регулирования дорожного движения и так далее, чтобы нам и ограничить скорость на данных участках. Но мы вынуждены, хотя жители недовольны ограничением скоростного режима установки лежачих полицейских и других средств регулирования. В рамках ремонта дорог очень многие кировчане в этом году жаловались на съезды во двор. Поясню. То есть, например, дорога отремонтирована, а съезд на дворовую территорию нет. И получается большой перепад. Автомобилисты жаловались, что машины там задевают дном и так далее. Это вот на улице Свободы такое было, на улице энтузиастов. Можете пояснить, кто должен вообще делать эти съезды и должны ли они быть сделаны? Съезды предусмотрены. Они как раз в первую очередь делают дорожное покрытие самой проезжей части и уже потом переходят на обустройство съездов по улице Свободы. До сих пор еще есть там вопросы, но они будут решены в ближайший месяц. То есть, все работы связаны с обустройством тротуаров, съездов и так далее будут закончены. Ну, как и по другим адресам. Это будет только подсыпание щебнем или есть какой-то норматив, что съезд тоже должен быть... Съезды у нас в рамках уличной дорожной сети запланированы в асфальте. Жаловались кировчане с улицы энтузиастов. У них тоже в рамках БКД положили новый асфальт, а съезд с щебенкой засыпали. Получается, не должно так быть. Так, ну я посмотрю, что там произошло. Но в любом случае у нас, как я уже сказал, в границах уличной дорожной сети съезды должны быть в асфальте. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Нам сейчас нужно ненадолго прерваться. Во второй части нашего выпуска мы продолжим обсуждать вопросы, которые кировчане к нашей программе присылали. Их достаточно много. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите программу «Главный за». Меня зовут Светлана Халявина. И вместе со мной в этой студии глава администрации города Вячеслав Симаков. Сегодня мы обсуждаем предварительные итоги ремонта дорог в Кирове. В первой части программы уже обсудили, сколько всего дорожных участков было отремонтировано в этом году. Ну а сейчас у нас вопросы от кировчан. В основном, конечно, они касаются действительно грунтовых дорог, но и не только. Давайте, чтобы не тратить эфирное время, сразу же приступим. Итак, первый вопрос у нас от жителей Коминтерна. У нас есть видео. Запустите, пожалуйста. Вопрос звучит так. Когда отремонтируют мост на улице Павла Корчагина, это микрорайон Озерке, утром нельзя попасть на работу в город из-за пробок на мосту, а вечером обратно нельзя из-за пробок вернуться домой? Есть какой-то срок? В рамках заключенного контракта у нас предусмотрено окончание работ в конце октября. То есть вот на сегодня работа ведется, подрядчик пока никаких опасностей из движения сроков не видит. То есть надеемся, что к концу октября, но пока там еще приемка работ, я думаю, что конец октября, начало ноября восстановим движение в полном объеме. Спасибо. Следующий вопрос про улицу Московскую в районе метро нам написала под постом Кировчанка Марина Радченко-Шиляева. У нее там несколько вопросов. Давайте по порядку. Итак, значит, на первый вопрос про заезд у метро у нас тоже есть небольшое видео. Спрашивает, что за островок у остановки и для чего его сделали? Чтобы какая-то машина врезалась в него, как дорожные строители это строили, надо убрать этот остров и вместо пешеходных дорожек расширить дорогу в обе стороны хотя бы по две полосы в оба направления. В рамках федеральной программы безопасно-качественной дороги мы осуществляем ремонт уличной дорожной сети в существующих границах. А в данном случае для обеспечения безопасности мы восстановили заездной карман на остановку общественного транспорта. То есть отремонтировано дорожное полотно и те карманы и парковки, они выделены бордюром. Это, получается, парковочный карман, то, что мы видели сейчас? Все жалуются, что его не видно. То есть если едет по правой полосе водитель, он просто может в темное время суток врезаться в этот карман. Это действительно он так и останется у нас? Давайте мы еще посмотрим, каким образом, если необходимо, тогда устанавливать либо знаки соответствующие, либо каким-то образом выделить тот бордюр, который там стоит. Вопрос записал. Следующий вопрос продолжает тему как раз Марина Радченко-Шиляева, спрашивает. Вячеслав Николаевич, вопрос о наболевшем. Утром стоим в пробках по несколько часов, чтобы добраться до работы. Когда будут расширять дорогу от мебельной фабрики в Садаках и до проспекта строителей? Ведь если поток с европейских улочек выведут на перекресток к Метрограду и еще Ульяновскую выведут на Московскую, как все машины должны впихнуться в одну полосу? Ну, как я уже сказал, ремонтные работы проводились в рамках существующей уличной дорожной сети, но рассматриваются несколько вариантов, которые должны улучшить транспортную ситуацию в данном микрорайоне. То есть у нас заключен договор комплексного развития территории на улице Московской и одним из условий контракта этого договора является проектирование, уширение улицы Московской. Но это получается у нас участок от улицы Метр до проспекта строителей. Кроме этого, мы смотрим возможность дублера, который будет выходить на улицу Воровского. Но это пока еще предпроект. Да, это в планах, в проектировании и так далее. Есть вообще шанс, что эти планы когда-то реализуются? Ну, в любом случае это необходимо делать, потому что данный микрорайон развивается, и у нас получают разрешение на строительство, в том числе и в Садаках, на строительство многоквартирных домов. Поэтому эту проблему надо решать. Но она, в принципе, во всех микрорайонах существует, где у нас ведется жилищное строительство. Спасибо. Следующий вопрос тоже написали нам под постом. Звучит он так. Вячеслав Николаевич, улица Колокольная, грунтовая, в поселке Сосновом с момента образования в 2000-х годах ни разу даже не грейдировалась, не говоря уже о ремонте. Вынуждены своими силами создавать улицу с нуля. Хотят нам хотя бы грейдирование провести. В ответе администрации было обещано грейдирование и подсыпание щебнем до 15 июня 2023 года. Сегодня 6 октября, когда писал пользователь. Техника приезжала два раза и уезжала, не выполнив никакие работы. Прошу сообщить, когда нам ждать проведения работы. В любом случае проконтролирую, чтобы эти работы в кратчайшие сроки провели. Посмотрим, проводились ли подрядными организациями эти работы ранее. Потому что не всегда люди замечают то, что происходит. Единственное, хочу отметить, что, к сожалению, эта улица у нас, я смотрел, планы в программу 23-25 по ремонту грунтовых дорог не попало. Потому что мы учитывали в первую очередь то рейтинговое голосование, которое проводилось в 2020 году, плюс различные предписания и предостережения от надзорных органов. Поэтому посмотрим, как в ближайшее время провести гридирование. Ну и хочу отметить, что то, что я говорил по содержанию уличной дорожной сети на прошлой передаче, благодаря поддержке губернатора Кировской области, нам были выделены дополнительные сигнования, которые позволили нам включить дополнительные виды работ в существующий контракт по содержанию уличной дорожной сети. То есть там предусмотрена как раз подсыпка щебня на отдельных участках. Поэтому съезжу на эту улицу, посмотрю вместе с подрядчиками, что там можно сделать. Спасибо. Следующий вопрос пишет нам Елена Шелихова. Добрый вечер, Вячеслав Николаевич. С момента нашей с вами встречи на личном приеме прошел ровно год. В этом году в поселке Ганино в план ремонта попала только одна улица, улица Тружеников, которую летом этого года худо-бедно отремонтировали. Часть улицы закатали в асфальт, пишет Елена, не выравнивая и не осушивая при этом лужи, с ее слов. Оставшуюся часть улицы Тружеников просто засыпали щепнем. Суть вопроса вот в чем. Спрашивает, почему делая такой ремонт нельзя было заасфальтировать полностью всю улицу и тем самым сделать жизнь жителей Ганино немного лучше и комфортнее? Ведь в следующем году, 650 лет нашему городу, очень много разговоров было про дополнительное финансирование на улучшение и строительство дорог. Может, можно как-то грамотно распределить, чтобы делать дороги не только в области? Спрашивает Елена. Ну, вот как раз, если бы не было дополнительного финансирования, и жители бы, к сожалению, поселка Ганино не увидели бы эти дополнительные работы. Еще раз хочу отметить, что асфальтирование ведется в рамках БКД на тех участках, где присутствует асфальтовое покрытие. Ремонт грунтовых дорог, вот там участок, который указан был девушкой, он находится в грунтовом исполнении, там была подсыпка щебня. Но я уже отметил, что если, в принципе, этот инертный материал будет там достаточно хорошо себя чувствовать, и мы уже можем понимать, что это можно использовать как основание для асфальтирования, в дальнейшем будем проводить асфальтирование. Часть за асфальтированную, напишут, часть улицы? Потому что та часть находилась в асфальтовом исполнении, а дальше дорога была грунтовая, поэтому там проводился ремонт в рамках уже текущего содержания и ремонта грунтовых дорог. А что-то вообще могут жители сделать? Вот вы упомянули, что рейтинговое голосование было, да? А что-то вообще жители могут сделать сами для того, чтобы дороги из грунтовых превращались в асфальтирование? Ну, в любом случае, у нас таких примеров десятки, когда участвуют в рамках ППМИ, проекта местных инициатив, и такие участки как раз ремонтируют, в том числе с применением асфальта бетона. Ну, наверное, тогда похожий вопрос будет от жителей деревни Шустовы. Сейчас я найду, значит, тоже обращаются к вам. Вячеслав Николаевич, обратите внимание на деревню Шустовы. Деревня относится к городу, а дорога до сих пор не асфальтирована. Через деревню многие ездят в сады, деревню Пеньково, и выезжают на советский тракт. Интересный момент. От садов до советского тракта дорога асфальт, а до деревни Никуленки, наверное, правильно прочитал или нет, до деревни Шустовы, и по самой деревне, центральная улица, его нет, то есть асфальта. Что говорить про другие улицы? Улица Боровая, Верховая, вообще грунтовые дороги. В межсезонье не проехать. Ну, ситуация такая же, то есть где асфальтовое покрытие присутствует, там либо верхний слой меняем, либо ямочным ремонтом идем, где грунтовое покрытие. Если эта дорога попадает в программу, ремонтируем. Ну, вот по данной улице могу сказать, что ни в одной программе пока ее нет. Я дам поручение, чтобы дирекция благоустройства выехала, обследовала, определила, какие виды работы, в каком объеме необходимы, для того же, чтобы уже включать, допустим, на последующие годы. Спасибо. Следующий вопрос у нас про так называемый волнистый асфальт. У нас есть видео, попрошу запустить. Спрашивают кировчане, почему асфальт на улице Карла Маркса от театральной площади вниз к улице Спасской стал волнистый в примыкании к бордюрному камню. Такая же ситуация на улице Профсоюзной, когда она перетекает в Старый мост. С чем это связано, такая деформация? Выглядит, как будто бы просто положили асфальт и как-то прилепили его к бордюрному камню? Такая проблема есть. Основания у нас до сих пор еще не рассчитаны на ту нагрузку, которую несет проезжая часть. И в основном такие вот дефекты появляются в местах спуска в подъемах и в местах торможения транспорта. То есть в данном случае у нас здесь автобусы, троллейбусы. Иногда и с нарушением ездит грузовой транспорт. Поэтому вот как раз на спуске в районе с перекрестком вот таким образом собирают асфальт. Но это в летний период, когда повышенная температура, то есть он определенные эластичности имеет асфальт. И вот воздействие при повышенных нагрузках такое происходит. Дело не в качестве асфальта и не в том, что его положили как-то не так? Нет, дело в том, что когда проводились работы по БКД, по этой же Карла Маркса, в нескольких местах, в десятках местах брались у нас пробы, возили на экспертизу. То есть качество асфальта там соответствует. На остановочных павильонах такая же есть проблема. На части остановок мы уже вели работы, но это по реконструкции. То есть укладывали усиленное покрытие с применением плит железобетонных и так далее. Но пока еще не во всем городе мы это смогли сделать. Спасибо. Следующий вопрос. Интересуются кировчане про улицу Преображенскую. Угол Преображенской и Захватаева. Снят асфальт и недели три большую яму никто не заделывает. Всем приходится объезжать. Кто-то иногда въезжает в эту яму. Вопрос когда? Ну, видимо, про сроки. Да, есть у нас проблема, когда у нас проводят подключение счетей к вновь строящимся домам. Бывает это делают несогласованно, бывает это делают некачественно, где-то не сдают. В данном случае та же ситуация. То есть работы проводились по укладке сетей. Мы сейчас совместно с теруправлением находимся в судах, потому что добровольно подрядная организация не устраняет замечания в рамках гарантийных обязательств. В любом случае, если есть ответчик, то есть в первую очередь мы стараемся его понудить, устранить эти замечания. Если у нас это не произойдет, вот уже, в принципе, дал поручение, будем тогда восстанавливать собственными силами и дальше уже предъявлять эти затраты виновным. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Следующий вопрос пишет нам Юлия Черкашина. Добрый вечер. Частный сектор на Филейке. Дороги не делают от слова совсем. Люди своими силами подсыпают, как могут. Особенно улица Филейский переулок. От Пятого Дачного до Березняковской. В дождь и межсезонье не пройти. Перекрестная с Филейским переулком. Улица Полевая. Также с горы все течет и смывает остатки так называемой дороги. Конечно, можно искать плюсы, что меньше машин будет ездить. Но как ходить людям? Все же это город и хочется видеть красивыми не только центральные улицы. Ну вот, в рамках того рейтингового обследования небольшое количество голосов эта улица набрала. И она у нас сейчас пока получается в планах на 2025-2026 год. Но если у нас будет таким же образом выделяться средства, я думаю, что сделаем чуть раньше. Но как я уже сказал, в принципе, какие-то текущие работы мы можем проводить в рамках действующего контракта. Гридирование, да, какое-то? Гридирование, подсыпка щебня. То есть посмотрим. Это тоже вопрос тогда на контроль поставлю. Ездим, поглядим. Все подрядные организации, у всех подрядных организаций в контрактах есть этот вид работы. То есть как минимум в рамках текущего содержания можно исправить ситуацию. Спасибо. Вопрос от жителей деревни Кисели. Это Октябрьский район города Кирова. Здравствуйте. Сделали дорогу в деревни Кисели и объезд по полю, но оставили небольшой участок дороги в очень плохом состоянии. Это участок от улицы Трудовой, поселка Садаковский, до деревни Кисели. Мы живем в поселке Садаковском, на улице Столичная. Ребенок ходит в школу 26, и мы ездим по улице Трудовой, просим доделать небольшой участок дороги. Ну, в данном случае ситуация традиционная. То есть когда жители деревни Кисели указали на то, что большое количество транспорта ездит через их деревню, посмотрели, каким образом осуществить все-таки объезд. И планировали мы в первую очередь сделать объезд рядом с деревней Кисели. Но когда техника туда вышла, другие жители этой же деревни указали все-таки на то, что необходимо в первую очередь сделать дорогу и по самой деревне. То есть там делали дорогу по деревне, делали объездную. Единственное, что не весь объем финансирования хватило на все протяжение. И там еще говорят о том, что грузовой транспорт ездит. То есть в данном случае мы никаким образом его остановить не можем, но посмотрим, каким образом эту работу продолжить. Но ситуация вот именно на данном участке значительно улучшилась, и мы большие средства вложили в ремонт самой дороги по деревне и рядом. Ну, то есть в планах есть? Вы про этот участок знаете? Есть в титул включено, в том числе и объездная, текущее содержание будет проводиться. И подрядчик, вот как раз объездная, она делалась в рамках текущего содержания уличной дорожной сети. К сожалению, наше эфирное время заканчивается, Вячеслав Николаевич. Я не все вопросы успела вам задать, весь пост тоже вам перенаправлю. Может быть, у жителей тоже прочитаете, вы ответите что-то им. Я благодарю вас, что пришли сегодня, пообщались с нами, ответили на вопросы. И будем прощаться до следующей программы. Спасибо, до новых встречи. До свидания. До свидания.